Здравствуйте, друзья! Сначала хочу обратиться к YouTube. Надеюсь, этот видеоролик вы не расцените как рекламный проспект. В мире, да и в стране плохая ситуация с заработками у людей. В стране у нас нехватка рабочих мест, ощущается большая нехватка средств. Поэтому этот видеоролик, может быть, кому-то поможет обрести некую, ну, может быть, профессию, временную профессию, временное занятие, дабы поддержать себя и свою семью финансово. Поэтому, еще раз подчеркиваю, это не реклама. Этим видеороликом я пытаюсь хоть кому-то чем-то помочь. А теперь зрителям хочу сказать, что не судите строго. Я старался немножко развернуть тему подработки и, повторю, может быть, это кому-то поможет. Не обязательно всем кидаться и становиться таксистами, но как некая подработка это вполне годится. А может быть, кто-то для себя и сделает это новой профессией. Приятного просмотра! Вот немножко хотел вам рассказать о программе Яндекс.Про. Скачать ее несложно на PlayMarket. Скачали, зарегистрировались и пытаемся выйти на линию. Открываем ее. У вас высвечивается выбор парка. Я уже на трех зарегистрировался. Ну, то есть, верхний ямщик. Это я хотел, когда на газели устраиваться. И там что-то курьерское. Ну, в общем, не нужно это оказалось. Он такой курьерский. Яндекс.Такси. Это основной, на котором я проработал две недели. И наше такси. Это еще на одном я зарегистрировался. На всякий случай. Потому что очень натянутые отношения с парками. Ну, не то, чтобы натянутые. Это так. Ну, в общем, на всякий случай. Заходим в ЯТакси. Открывается вот такая страничка. Снизу на линию. Сверху. Занят, где выйти на линию. Здесь ваши баллы. 5 баллов. Значит, за заправку 2. За приоритет выше 4,8. 1 балл. И еще что-то. Ну, в общем, я не особо разобрался. Значит, что у нас тут есть. Заходим. Вот. Нажимаем на нет допуска. И тут высвечивается по каким причинам. Включите тариф доставка. Включите тариф комфорт. Включите тариф курьер. Курьер я не включаю. Доставку я не включаю. Комфорт. В этой геозоне нету комфорта. Комфорт плюс. Значит, отматываем назад. Все. Уже как бы исчезла эта красная. Значит, что у нас тут есть. Ну, смотрите. Тыкаем на фотографии. Сверху идет активность 100. Это значит, каждую поездку, которую берешь, начисляется балл. Там один, как правило. Но если ты отказываешься от поездки, ну, не принимаешь заказ, то списывается 2, 3, 4 по-разному. Если ты отказался после того, как принял заявку, то там целых 8 или 9 по 10 баллов списывается активности. Активность влияет на поступление заказов. Рейтинг. Вот у меня рейтинг 4,878. Что это? Это значит, пассажиры ставят оценки. Вот, смотрите. У меня, значит, я рассказывал в прошлом ролике, в самом начале моей карьеры. Три единицы были влеплены и один трояк. Все. Остальные пятерки, видите, зеленые. И когда мне единицы влепили и трояки, у меня стало 4,70. Там, короче, ниже 4,8. Ну, я стал набирать. И, в общем, как бы вот 4,878. Это на основании последних 102 оценок пользователей. Ну, здесь всякая ерунда. Рейтинг там, мейтинг. Вы можете это все почитать. Один разок можно. Ага, ага. Далее. Серебро. Вот, бронза, это 300 баллов рейтинга. У меня 2,770. Это уже серебро. И вот пишут, что серебро доступно весь август. Все, я заработал на серебро. Банковскую карту можно. Скидки от партнеров. Это тоже самое. Банковскую карту делаешь. Скидки от партнеров. Бургерные, мургерные. С этой картой расплачиваешься. Ну, в общем, я этим не пользуюсь. Я бургеры не кушаю. Далее. Значит, смотрите. Самое интересное. Когда выходишь на линию. Нажимаешь внизу кнопку на линию. Выходишь на линию. И есть такие бурные места, когда тебе просто ввалятся заказы один за одним. Бабах, бабах. Если ты отказался еще. И ты не успеваешь выйти даже из программы, чтобы тебя не засыпали этими заказами, которые ты не берешь. Ты хочешь в туалет, в конце концов. А у тебя списывают твою активность. Тогда, значит, есть два варианта. Я долго разбирался, как же это дело обойти. Вот где пятерка у меня занят. Нажимаете на нее. Внизу открывается меню. И вы вот тут, где написано «Выйти на линию», а там будет написано «Уйти с линии». Вы нажимаете резко и все. Значит, вы ушли с линии. Хотя иногда прицепом может еще одна заявка прийти. Если вы не столь расторопны. Или у вас телефон не очень резкий. Либо я придумал такую фишку, самую для меня удобную. Когда я беру пассажира и следующую поездку я решаю, что я закончу и пойду там перекушу или еще что-то. Я в пути нажимаю «Фотографию», спускаюсь вниз, нажимаю «Тарифы» и убираю «Эконом». И у вас в любом случае будет, ну можно и комфорт, если у вас там завал все равно идет. Убираю, и я приезжаю, и у меня образовывается пауза. Господа, музыкальная пауза. Группа «Виагра». И тогда я совершенно спокойно могу уже так же нажать на пятерочку и выйти с линией. Ну или вообще нажать опять на фотографию, спуститься в самый низ и, видите, выйти из программы совсем. Значит, дальше что? Ну давайте посмотрим, что я заработал. Вот в июле я отработал 10 дней. 9 даже. 9 дней. 46 757, я уже, по-моему, это говорил. Видите, под словом «июль» заказы. 237 заказов, 56 тысяч мне по заказам. Но комиссию сняли еще ниже, комиссия Яндекса 8500, это я уже говорил, да. Запомним, 46, ну округлим 47. Это за 10 дней. Дальше, август. Сегодня у нас 7 число, то есть неделя. 27 тысяч. По заказам 111 заказов, 32 тысячи. Списано с меня 4 тысячи и 166 рублей. Проехал пробег, я платный, проехал 826 километров. И, значит, смотрите, складываем 28 почти, там, без 40 рублей. И складываем 47. И получается у нас порядка 75 тысяч. Ну я уже округляю, это не важно, я просто для красоты. 75 тысяч. И это у меня за полмесяца, то есть за 15 смен. Я тоже это все так. Примерно 14-15 смен. У меня выходные были там, полдня работал. В общем, 75 тысяч за две недели. Очень хорошо. Теперь что мы делаем? Мы из 75 вычитаем бензин. Пробег у меня был немаленький. Вот, значит, август 826. Здесь 1800. 2600. И конем, если так вот между заказами, то все. Ну тоже, можно смело тысячи-полторы. Короче, 4000. 4000. Открываем калькулятор. Значит, 8 литров у меня на 100 километров кушает. В среднем. По трассе 7,5, по городу 8,5, 9. Ну, давайте посчитаем 8. Значит, 4000 делим на 8. 500 литров умножить на 50 рублей. 25 тысяч. Вы чего гоните? Безнаказанно. Вот просто так. Представляете? Ну, пробег у меня просто здесь фантастический. Здесь Краснодарский край. Это просто концы такие. И потом бывает, что с хутора едешь конем, как сегодня. Я вообще обалдел. Я 40 километров проехал пустым. То есть, отвез и все. И потом хоть ты что делай. Нету пассажиров из тех мест. И никто не жалит. Скажите, вас сняли с работы? Вы что болтаешь? Ну, иди отсюда, мой. Значит, и получается, что за две недели я заработал чистыми уже на руки с вычетом всех этих налогов, бензина 50 тысяч. Наливай. И замечу, что были выходные. Пару выходных было. Пару дней были неполные дни. Дня 4 я выезжал в 16 часов. Возвращался к 3 часам ночи. Ну, в общем, вот такое вот. Но для того, чтобы иметь такие деньги 100-120 тысяч, нужно по 12 часов работать. Ребята, я вам честно скажу, что надо упираться и шуровать. Такий вот порядок заработков. В вашем регионе это может быть меньше. В Москве я вот таксиста вез московского. Он сказал, что без пятнашки он со смены не уезжает. Ну, значит, минус бензин, то все. Значит, десятка у него остается. 15 даже смен. Вот вам 150 тысяч на руки. Заказы я вам сейчас показать не могу, как они оформляются. Вы поймете в процессе. Когда заказ приходит, то появляется вот здесь вот с колокольчиком звенящим таким расстояние до пассажира. И выше показывается на карте маршрут. И вы примерно там за секунды 2-3 должны сообразить, берете вы или его нет. Если берете, то шторочку вправо снизу дергаете. Если не берете, то можно ничего не делать. И он сам шторочка этого уходит, брякает, брякает и все и уходит. И, значит, заказ не принят. Значит, еще такая функция есть. Когда вы выходите с линии, у вас внизу появляются заказы по пути. Поднимаете, вот есть функция домой. Два раза вы можете воспользоваться в сутки. И по делам один раз в сутки. Значит, домой это вы нажимаете, у вас определенный адрес. Он выстраивает маршрут и по пути берет людей, если таковые есть. Ну, по пути, немножко в сторону, как бы, но тем не менее. По делам вы ставите на карте точку. Он ведет вас, и если что, то по пути тоже пассажиры. И в том районе, где поставили вы точку по делам якобы. Ну, я пользуюсь функцией по делам крайне редко. Когда уже совсем, допустим, я на отшибе привез пассажира. И мне, ну, неохота. Меня он может еще дальше услать по маршруту. И мне неохота туда ехать в глубину. Я ставлю куда-нибудь в центр эту точку. И еду белым лебедем в центр. И с небольшим шансом, что по пути мне дадут заказ пассажира. Друзья, очень важно отметить. Это чисто индивидуально. Во-первых, я вам это не навязываю. Вам решать только самим. Во-вторых, повторю, это чисто индивидуально. Вот у меня происходит именно так. Вот у меня именно такой доход. Вот у меня лично, только у меня, вот такая вот подработка. Вот и все, что я хотел рассказать о программе. Там, конечно, есть еще о чем поведать вам. Может быть, где-то в дальнейшем в роликах я еще буду какие-то кусочки вставлять. Всего вам доброго. Берегите себя. И пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!